Валентин Рыбачук Городской голова 2006-2010 годы Здравствуйте, Валентин Леонидович Вчера появилась статья в одном из интернет-изданий нашего города На политическую арену Славянска может выйти серьезный игрок с вашим фото Вы вчера появились на митинге И это стало неожиданностью для кого-то Для кого-то стало надеждой Нам интересно, прокомментируйте это, пожалуйста Мне хотелось бы, чтобы это было больше надеждой для многих А не неожиданностью Что я хочу прокомментировать по этому поводу Вчера я был на митинге Обычная процедура, когда я в это время нахожусь в городе Славянске Я всегда прихожу на митинг Потому что для меня это очень существенное событие Жизненное событие И День Победы я всегда праздную Где бы я ни был Я бываю за границей праздную Я там возложения делаю цветов А здесь я пришел просто возложить цветы к братской могиле Конечно, немножечко я был удивлен То, что мы это проводили сегодня у памятника Семейка Это наша легенда Дважды герой Советского Союза Летчик, истребитель Но обычно это было все у братской могилы И я после памятника услышал такую фразу Говорит, мы пойдем теперь туда возложим цветы Потому что солдат плачет Это вот я вчера услышал Люди об этом говорили Ну а так, если меня увидели здесь, то это хорошо И если так пишут Узнали, да, узнали и пишут Мне очень приятно, что помнят, знают И понимают, что серьезность присутствует Серьезность есть Но каждый раз, когда вы появляетесь Вы приносите какой-то позитив в город Есть ли вот чем порадовать в этом В этот раз, в этом году Вы знаете, да Расскажите, поделитесь Как ни странно, как ни странно, да На самом деле я приехал Я здесь уже нахожусь несколько дней Я приехал Я сегодня реализовываю один очень серьезный проект Проект, связанный со славянским заводом высоковольтных изоляторов Я думаю, это проект первый в мире Инвестиционный Я сегодня планирую поставить опытные образцы Уже этот проект уже давно я веду Я думаю, что вот в июне К концу июня Ну может быть максимум в июле Уже по плану будет стоять оборудование Которое приедет сюда смотреть весь мир Это интересно Интрига какая-то Да, потому что Это будет опытное оборудование Сейчас там готовится помещение Приезжают сюда инженера Приезжают проектанты Все это готовят для того, чтобы можно было опытные образцы уже показать Связано это с тем, что Самими подходами Может быть такое и делается где-то в мире Но подход такой, тот, который сегодня я делаю Он первый в мире Он связан с утилизацией Сегодня отходов СО2 Углекислоты То есть мы забираем Потому что у нас же мы много тратим газа То есть обжигаем изоляторы И соответственно у нас очень много выбросов углекислоты Вот эти выбросы мы забираем После выбросов У нас это идет как питание для определенного вида продукции В результате, которое мы получаем Биологически активные добавки для сельского хозяйства Это и удобрения могут быть Это и просто питательная кормовая база И на выходе получаем кислород Берем углекислоту отход и получаем кислород Вот это то, что мы сегодня делаем Я еще даже не разговариваю Еще с предпринимателями Которые вокруг Да, но я думаю, что придет время Когда я им скажу, что мне нужно будет Максимальное количество углекислоты И возможно мы отходы еще у них заберем Для того, чтобы это все пошло работать Ну это не инновационно получается Нет, это есть инновации Да, я вместе со своими партнерами делаю это И думаю, что в ближайшее время Здесь уже будут представители Японских серьезных компаний Не называю Китайских серьезных компаний Европейских серьезных компаний Которые сюда придут Мало того, я вам обещаю, Эдуард Я вам скажу И вы будете сопровождать Намечательно Спасибо Деловой Славянск Вы первые об этом узнали Спасибо Это действительно эксклюзивная информация Поэтому с удовольствием к вам приедем Мы обязательно пишем об этом И расскажем нашим зрителям об этом Ну, зная вас более чем 20 лет У вас наверняка есть амбиции Пойти в Верховную Раду Какими по вашими качествами Должен обладать народный депутат Украины? Вы знаете, вот вы в первой части вопроса Вы задали мне такой вопрос Который подтверждает первый вопрос Если вы так думаете, как думает и тот журналист Для меня это тоже очень приятно Я думаю, что вы тоже с надеждой Да, да, конечно Мы с надеждой Качества, которыми должен обладать народный депутат Можно я сначала скажу, какими он не должен обладать? Да, тоже, надежно Во-первых, народный депутат должен вести себя честно Если он, например, любит свою родину Любит то место, где он там баллотируется Или где он планирует баллотироваться То в первую очередь он говорит Я люблю это место Я хочу, чтобы оно было экологически красивым Он не должен вырубывать леса Здесь, в этой зоне Потому что здесь нет леса У нас степь Это леса, которые Это посаженные леса, насаженные Искусственно Дальше, чем депутат Я думаю, что депутат не должен Ну, должен как минимум Обладать определенными знаниями Да? Государственной системы построения вообще Ну да Законодательной базы И вообще знания вот этих всех процессов Которые происходят жизненных И проблем И это все нужно увязать так Чтобы уходили проблемы Вот это второе Ну и, конечно, он не должен смотреть По сторонам Там искать жену Которая подскажет Что ему делать И что ему сказать То есть Он должен быть самостоятельным Ну и единственным еще Таким вот качеством Которое я вижу Да? Он должен Обладать Объединяющим действием Каким? Должен объединить Он должен Общаться с молодежью Он должен Жить проблемами Которые сегодня В этом городе Да? В первую очередь Раз мы говорим сегодня О городе Об этом округе Понимать эти проблемы Жить их Находиться здесь И как минимум Как минимум Должен обговаривать их С разными слоями Населения Это есть Объединяющий фактор И, конечно же, молодежь Сегодня Для меня это, например, очень важный момент Я всегда Смотрю на молодежь Всегда Внимательно А как они думают? А как они себя ведут? А почему они думают так? Мотивация какая Какая мотивация у них? Да, да, да Я Что? Какие приоритеты у них жизненные? Ведь все меняется Да Мы росли в одних условиях Они растут сегодня в других условиях И, соответственно, без этого никуда не денешься Нужно знать, понимать И жить вместе с ними Да, действительно А что город должен, по-вашему, предложить молодежи? Вы знаете Я думаю, что вот сам город Может только что предложить? Может только предложить какое-то Ну, какие-то развлечения Чем они могут заниматься? После работы До работы После школы И вместо работы Да, вместо работы Но основное, конечно, это Рабочие места Это достойная заработная плата Это сегодня должно быть Хорошая кадровая политика Которая позволит человеку Чтобы он не думал Куда ему нужно идти Завтра он должен выйти С учебного заведения И пойти работать Вот что важно А сегодня С учетом того, что Такой Сегодня идет спад экономический Сегодня идет Уничтожение экономики страны То есть нельзя брать Сегодня город Отдельно от страны Сегодня идет Разрушение экономики Сегодня заводы Не могут платить Заработную плату достойную Почему? Потому что они просто Должны выжить Как может быть Если я помню Электроэнергия Поднималась там На 2 копейки То есть на 2% На 1% А здесь вдруг С января месяца В самый тяжелый период Когда для экономики То есть большие затраты Поднимается газ В 2 раза И поднимается электроэнергия В 2 раза А как же предприятиям выжить? Это Я так понимаю Что это просто искусственно Делалось для того Чтобы уничтожить заводы Но мы пока живем Дай бог Тяжело Но выживаем Да Хотел бы вас спросить Что для вас Славянск? Вот можете об этом Немножко Знаете Славянск для меня как родина Я почему говорю как? Потому что я-то по сути Родился в Мироновке Но всю свою жизнь Я маленьким Сюда еще В младенческом возрасте Переехал Сюда в Славянск В Николаевке Все прекрасно знают Что я в Николаевке И вот я С одного годика Все время в Славянске И Ну знаете вы или не знаете Я думаю что знаете Да Город у нас Маленький И У меня в декабре месяце Ушла мать И у меня перед этим Был с ней очень такой Вот Серьезный разговор Она мне сказала Говорит Сыночек Ну ты сейчас больше в Киеве находишься Но ты не забывай Что вот Славянск это твоя родина Ты не забывай Родина там Где находятся твои родители И не забывай Говорит Ты очень много можешь сделать Не забывай Делай все что можешь Для своего Родного города Вот такие Вот такая беседа У меня была Это буквально было Где-то За пару недель Наверное За три недели До смерти На самом деле Ведь по сути Это так и есть Она сказала Очень мудрые мне слова И они у меня Очень Как бы вот так вот Вошли в сердце И Так и есть Мои родители здесь Уже отсюда Они никуда не переедут Поэтому здесь До конца моих дней Будет моя родина Ну Валентин Леонидович Вы знаете город изнутри И как вы видите Настоящее и будущее Славянское Если посмотреть На настоящее Вы знаете Эдуард Я же всегда мыслю Как бы Ну Не так как Вот обычно Да Я буду говорить То что я думаю Что я вижу Славянское Я Понимая снутри Ну Во всяком случае Что происходит Я вам скажу одно Есть приятные моменты Да Приятные моменты Какие для города Да Вообще для всех городов Украины О том Что изменилось законодательство То есть Произошла Определенная Децентрализация И сегодня Деньги стали на местах То есть Сегодня в городе Появились деньги Это приятный момент Потому что Мы когда Работали Мы работали Совершенно в других условиях У нас практически Ничего не было У нас там Бюджет города Был как бюджет Там я когда сказал В одном университете Киевском Он говорит Так это у нас бюджет Университета Понимаете Да У нас был бюджет города Такой Но я сегодня Хотелось бы мне Увидеть В городе Чтобы это шло Как-то Стратегически Сбалансировано Нету То есть Идет какой-то хаос Кинули туда деньги Кинули Я не знаю Как они распределяют Я не знаю Как Каким образом Они направляют Что надо там сделать Надо там сделать Надо там Я этого не понимаю Да Потому что Для нас были Определены Всегда приоритеты Для нас были правила Для нас были Менеджерские понятия Да Что есть определенные вещи Что мы делаем К 1 мая Всегда центр вылезен Был всегда Это Есть деньги Нет денег В долг делали Но уже на 1 мая У нас все дырки Даже были сделаны А сегодня я еду Открываются такие По центру Что просто Ну Так это у нас денег не было Второе Я не понимаю О том Что как можно Делать дороги Например Да То есть Это Нельзя откладывать На подрядчика Нет Это сегодня Не дорабатывает команда Потому что Когда работала у нас команда И делались дороги Да То При всем при том Что у нас городские службы Да У нас была Структура в основном Делала гагац Да Дорожным управлением И то Наши все время стояли И смотрели Что было качественно Сделано Так Он Он делал Вот я помню Ну Карла Маркса Да Сейчас она Центральная улица Называется Центральная улица Когда он пришел ко мне Денег нет Говорит Ну я мы подкрывались Давайте сделаем Говорит Валентинович Мы сделаем Три раза дешевле Я вам обещаю Я положу только Выравнивающий слой Без асфальта Бетона Я вам обещаю Он будет стоять 4-5 лет Так и было Он 5 лет отстоял Даже не было ям Он через 5 лет Только начал рушиться А они ложат Асфальтобетон Который на весну Уже нет Дороги Так это как получается То есть получается Деньги Израсходоваться Ну Некачественно То есть нельзя Так к деньгам Относиться Это первое Второй вопрос Сегодня то что я вижу Делаются все Вопросы Которые видно То есть хочется Показать работу Что я там делаю Я там делаю Я там делаю Я там делаю Понимаете А по сути Есть очень много Скрытых вопросов Которые необходимо сделать Которые не видно То есть я больше Это как бы Приравниваю к пиару Что я вот хочу То сделать Я хочу то Но как-то оно делается Даже Ну там начали Не доделали Там Ну там кусок сделали Там Ну для чего Для того чтобы посмотреть Показать действие какое-то Но если вы уже Меняете бордюры Значит посмотрите Поменяйте одну улицу Полностью Сделайте Поменяйте что-то другое Сделать Чтобы это было видно Ну надо закончить Оно там немножко поменяли Там поменяли Там делают Что-то Ну как-то вот Как-то вот Знаете так разбросано Нет Нет Каких-то Какого-то серьезного Менеджерского решения Которые вот В воле Да Вот нужно вот так И оно так должно делать И нужно вот И человек знает Что вот например Нужно там делать освещение Нужно там сделать дорогу Нужно там Я бы уже честно говоря Ну чтобы вы понимали При таком бюджете дорог Мы же делали Когда дороги Мы деньги получали С техосмотра Ну с машины 300 гривен Ну максимум было Да Я не знаю Там 150-200-300 гривен Там с машины С техосмотра получали Деньги А сегодня мы получаем 5% с бензина С проданного Представляете На сколько бюджет увеличился Да Ну по нынешним ценам Чтобы вы понимали Да Примерно мы получали 4 миллиона гривен У нас на дороге На весь год На ремонт дорог И на содержание То есть на уборку снега И так далее Этого хватало отлично Да ничего не хватало Но мы выкручивались И как-то Ну жили-выживали Понимаете Не хватало Конечно Конечно мы там Брали с других Там С бюджета развития Немножко там Добавляли Что-то Ну Все время делали Все время двигались Все время развивались Но мы же не только Дороги делали Все делали Сколько мы сетей поменяли А их же не видно Вы имеете ввиду Вода Канализационных Водопроводов И так далее Сколько мы сетей поменяли Это то что не видно На самом деле Но на самом деле Их не видно А видно было только как Мы видели Что у нас потери воды падали Если потери были До 76% Доходили Там 68% Это постоянно То мы сокращали Где-то процентов На 20 54% Я помню Даже вот по памяти Там 53% Выходили Даже ниже 50% Один раз Опускались То есть по потерям Брали И я все время Это контролировал Это очень важный вопрос Потому что В городе Славянске Есть одна из проблем Вода Все понятно Хорошо Ну и теперь Блиц Да Вот Хотелось бы узнать Любимое место В Славянске У вас Ну не могу сказать Что оно одно У меня такое Любимое Назову такое Лучшее Которое я очень люблю Это Славянский курорт Я думаю Что для каждого Жителя Это Славянский курорт Это одно Из самых Лучших мест Там можно Всегда пройтись И подумать О чем-то хорошем И свежий воздух И белочек Посмотреть И встретить всех Да Хобби Какое у вас хобби Спорт Другие какие-то Ну вы всегда Критически Какое у вас хобби Одно Но нету одного Хобби Ну во-первых Я Да Занимаюсь спортом Да Безусловно Это для меня Не просто хобби А это Мои вообще Жизненные принципы Я очень давно Занимаюсь спортом Но спортом я не занимаюсь Ну чисто для себя Да Чтобы быть в хорошей Спортивной форме Чтобы Было здоровье Чтобы Можно было Нормально себя чувствовать И так далее Второе Хобби Ну по-спортивному Да Хобби Смотрите Ведь я Смотрите Я горные лыжи Катаюсь Освоили На сноуборде Катаюсь На сноуборде Да То есть на горном Я освоил Если видели Там я выставлял В инстаграме Уже флайборд Да Я уже там Летал До 10 метров Поднимался На высоте Я уже Хочу вам сказать Хочу даже Это для меня Даже похвастаться Да Кайтсерфинг Кайтсерфинг Я еще Ну не летаю Так как Ну желание есть Такое Да Как летают Но я вам хочу сказать Что уже я Поднялся Я уже езжу На доске На кайтсерфинг Поэтому я Немножко Где-то будет Возможность У меня какая-то Я это Отработаю Да Чтобы уже Тогда можно было Хоть что-то показать Ну это Такое Интересное Такой адреналин Ну такое Очень Такое Эмоциональное Занятие Я вам хочу сказать Что я Что касательно Хобби Очень люблю Готовить Очень люблю Готовить Готовлю Все Готовлю Редко Да Люблю Редко Я готовлю Когда приходят Друзья Когда друзья Готовятся Тогда я уже На кухне Там все Самое Самое Любимое Блюдо Такое Я люблю Готовить Блюда Из рыбы Из мяса Вот Мои любимые Блюда Это рыба Мясо Это Это Безусловно Плов Те Кто пробовал Плов Которые Там У меня Боли Они Это Незабываемый Вкус Это Ну Вот так Да Замечательно Ну И Пожелание Жителям Славянска У вас есть Возможность Сказать Поэтому В эту Камеру Вы можете Это Сделать Я думаю Что Самым Большим Сегодня Желанием Не только Для меня Пожеланием А и для Всех Жителей Города Славянска Чтобы на Нашу Родину Вернулся Мир Это Самое Большое При возвращении Мира Очень Много Вернется Разных Вопросов Все Наладится Вернутся Люди Которые Сегодня Вернутся Люди Которые Ушли Когда-то Ошиблись Я думаю Что Начнет Подниматься Экономика Начнет Работать Начнут Повышаться Заработные Платы Не будут Уходить Финансы На Какую-то Непонятную Войну Которая Сегодня Искусственно Создана Кем-то Я бы Хотел Пожелать Сегодня Всем Славянцам Чтобы Научились Уважать Друг Друг Когда Научитесь Уважать Друг Друг Будут Уважать Вас И появится Общее Состояние Благодушия И радости Которое Приведет К Позитивным Эмоциям При которых Легче Жить При которых В жизни Все будет Окружать Хорошее И будете Видеть Все хорошее А не плохое Потому что Сегодня Вот этого Негатива Начиная От телевизора И заканчивая Всякими Событиями Которые Сегодня Навязывают Его Настолько Заполонили Что За ним Уже Не видно Ничего Хорошего А ведь Хорошее Все окружает Рядом Его просто Нужно Обратить На него Внимание Я вас Всех Очень Люблю Я с вами Спасибо большое Валентин Леонидович Ну а на этом Мы Заканчиваем Нашу Сегодняшнюю Программу Хотим Поблагодарить Наших Партнеров Предпринимателей Деловое Содействие Хотим Поблагодарить Торговый Центр Ярмарочный А также Кофейню Контучини Бейкери За Предоставленную Возможность Ну а мы Будем И далее Встречаться С нашими Интересными Гостями На этой Площадке До новых встреч До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...